Но пока Болховский или Лужский, например, районы выглядят куда более привлекательными для инвесторов, область отдавать их под фермерские стартапы вряд ли станет, скорее оставит своим, уже работающим аграриям. А сейчас мы посмотрим с вами орех маньчжурский, как он растет и как ему хорошо в Ленинградской области. Алексею Грибину все равно, в каком именно районе ему предоставят гектар, а на это он очень надеется. В областном АПК слывет известным экспериментатором. Налазил производство кленового сиропа. Даже американцы признали настоящий. И вот теперь он опять хочет варить. Сироп из маньчжурского ореха – это самый вкусный сироп. То есть он даже вкуснее кленового сиропа. На данный момент гораздо дороже, чем кленовый стоит, потому что его очень мало вообще на мировом рынке. Маньчжурский орех родом с Дальнего Востока, поэтому вполне понятно, что Грибин и в ту далекую программу подал заявку. Тоже просил земли, но приглашения пока не было. Общего между Ленинградским и Дальневосточным гектаром, пожалуй, только название. Принципиальная разница в том, кому и на что дают земли. Дальневосточный проект предполагает, что земли могут выдать взрослым и даже детям на любые цели, которые не запрещает закон. Ну а в Ленинградской области все-таки в приоритете фермерство. Ну и, конечно же, площадь земель. На Дальнем Востоке готовы предоставить один гектар, как и заявлено в названии. Ну а Ленинградская область готова не поскупиться и на 10. Но даже 10 гектаров для фермера Грибина – это как 6 соток для дачника. Ленинградская земля идеально подходит для его проекта, но королевства маловато. Для того, чтобы проект, в принципе, хоть имел смысл, надо минимум 100 гектаров. 100 гектаров? Да, да, да. То есть меньше 100 гектаров – нет смысла. Реально цифра, которая может быть достигнута – это 6-8 тысяч гектаров. Ну, это будет уже большой проект, который может работать и на Европу, и на Канаду, в том числе и на США. То есть там мы можем туда тогда поставлять этот сироп. А вот 3 миллиона подъемных для сиропного мастера не так уж и важны. Его бизнес специфический. На ореховых плантациях не нужно строить ни дом, ни ферму. Но если посмотреть на классического начинающего сельскохозяйственника, без денег никуда. Но главное, чтобы их хватило.